Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада встрече с вами. Начнем урок естествознания. Отправимся в мир открытий интересных исследований и знаний. Тема нашего урока «Как перемещается воздух? Какую пользу и вред приносит ветер?» Сегодня на уроке узнаем, как перемещается воздух, как образуется ветер, вспомним, как изменяются свойства веществ и научимся различать и сравнивать, какую пользу и вред может принести ветер. А сейчас проведем БЛИЦ-турнир на тему воздух. Внимательно прочитайте вопросы, попробуем на них ответить. Итак, первый вопрос. Что такое воздух? Вопрос второй. Каков состав воздуха? И третий вопрос. Какие свойства есть у воздуха? Проверяем. Ответ к первому вопросу. Воздух – это естественная смесь газов, которая образует земную атмосферу. Второй ответ. Воздух на земле состоит из сложной смеси газов, связанных между собой. В нем больше всего азота – 78%. Кислорода содержится около 21%. Углекислого газа – 1%. И третий ответ. Воздух не имеет вкуса, запаха, цвета и формы. Упруг и сжимаем. Плохо проводит тепло. При охлаждении сжимается. При нагревании расширяется. Вы ответили правильно? Молодцы! Эти знания нам пригодятся на уроке. А сейчас проведем исследование. Зачем нужен кондиционер? Откройте учебники на странице 62. Какой воздух поступает из кондиционера? Правильно! Из кондиционера поступает холодный воздух. В каком направлении он движется? Правильно! Вниз. Каким цветом он обозначен? Правильно! Обозначен синим цветом. Какой воздух идет от батареи? От батареи идет теплый воздух. А в каком направлении он движется? Правильно! Воздух движется теплый вверх. Каким цветом он обозначен? Правильно! Теплый воздух обозначен красным цветом. Объясните, почему кондиционер расположен над входной дверью, а батарея под окном? Потому что холодный воздух при попадании с улицы в помещение опускается вниз. Возле батареи воздух нагревается, становится легче и движется вверх. И получается, теплый воздух равномерно распространяется по всей квартире. Как перемещается воздух в природе? Давайте проведем исследование. Солнечный свет распространяется прямо линейно и нагревает поверхность земли. От земли нагревается воздух. Он становится легче и поднимается вверх. Воздух над поверхностью воды остается холодным, потому что вода нагревается медленнее. Холодный воздух от водоема движется на сушу, замещая теплый воздух. В ночное время все происходит наоборот. Воздух нагревается над водоемом, так как вода остывает медленнее. Теплый воздух поднимается вверх. На его место суша перемещается, охлажденный воздух. Как называется этот процесс? Этот процесс называется ветер. Перемещение воздуха образует ветер. Какую пользу и вред приносит ветер? Давайте поиграем в игру «Вред и польза». Рассмотрите картинки. Определите, в каком случае ветер приносит пользу, а в каком – вред. Ветряные мельницы – это польза от ветра или вред? Правильно, польза. На ветряных мельницах перемалывают зерновые культуры и получают муку. Следующая картинка. Ветер распространяет семена. Это польза или вред? Правильно, это польза от ветра. Благодаря ветру распространяются семена и размножаются растения. Ветер разносит огонь во время лесных пожаров. Это польза или вред? Конечно, это вред. Погибают деревья и животные. Пожары переходят на населенные пункты. Ветер обрывает электропровода. Это? Правильно, это вред. Сильный ветер обрывает провода, что приводит к тому, что целые села и городские районы остаются без электричества. Молодцы, ребята! Рассмотрите сейчас следующую картинку. Ветер разгоняет облака. Это польза или вред? Правильно, это польза. Когда нет облаков, самолетом легче взлетать и садиться. Ветер разрушает дома, здания. Этим он приносит. Конечно, вред. Люди остаются без крова, погибают внутри зданий. И последняя картинка. Ветер – источник энергии. Это польза. Этот вид энергии экологически-экономически выгоден. Его применение позволяет экономить природные ресурсы и беречь окружающую среду от загрязнений. Молодцы! Вы справились с заданиями и ответили на все вопросы правильно. Для того, чтобы использовать силу ветра, что нужно знать человеку? Правильно! Его скорость и направление. Вы молодцы! Определить направление и скорость ветра помогает флюгер. Он состоит из вертикальной оси со свободно вращающимся горизонтальным указателем. Одна половина указателя тяжелее другой. Легкая половина флюгера поворачивается туда, куда дует ветер. А тяжелая часть оказывается с той стороны, откуда дует ветер. С давних пор люди считали, что фигурки флюгеров обладают мистической силой, предупреждают об опасностях, защищают от бед и напастей. Поэтому к ним всегда относились уважительно и бережно. Выбор фигурки отражает внутренний мир жильцов, подчеркивая их увлечения и вкусы. Это могут быть исторические или сказочные персонажи, животные, птицы, флаги, ангелы, знаки зодиака и прочее. Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями. А сейчас оцените себя. Я уверен в своих знаниях. В основном уверен. Нужно еще повторить. Нуждаюсь в помощи. Я надеюсь, что вы все находитесь на самой верхней ступеньке. Вот и подошел к концу наш урок. Сегодня мы узнали, как перемещается воздух, как образуется ветер, вспомнили, как изменяются свойства веществ, научились различать и сравнивать, какую пользу и вред может принести ветер. Для закрепления материала предлагаю вам поработать самостоятельно. Прочитайте, как перемещается воздух, какую пользу и вред приносит ветер на страницах 62 и 65. Постройте диаграмму скорости пяти самых сильных ветров в нашей стране. Спасибо всем. До новых встреч на наших уроках естествознания. Субтитры подогнал «Симон»